Друзья, добрый вечер. Сегодня опять мы с Геромем Югаем, адвокатом, разговариваем о мошенничествах, о видах мошенничества и как с этим бороться. Ну, давайте поговорим, как раз разговор у нас начался о таком виде мошенничества, как мошенничество, связанное с кредитами. То есть многие люди обращаются за выдачей кредитов, сейчас все это происходит цивилизованно, зачастую есть специальные организации, которые помогают гражданам получить кредиты в разных банках, у них есть какая-то комиссия, они берут какой-то процент за свою работу. Ну, это цивилизованный рынок, так оно было всегда и, наверное, будет. У нас в практике недавно был случай, когда к нам обратился один гражданин с таким вопросом. Он вдруг обнаружил, что он является лицом, которое должно нескольким банкам, достаточно, ну, каждому банку небольшую сумму, но в сумме получилась значительная сумма. Мы начали анализировать, откуда взялась эта ситуация, как она возникла, и выяснилось, что он в свое время обращался к одному из кредитных брокеров, которые у него собрали его паспортные данные, оговорили с ним возможность получения кредита в одном из банков и с его согласия, соответственно, направили заявки в разные банки с целью получения оптимального процентной ставки по этому кредиту. То есть все выглядело очень достойно, был договор на соответствующие услуги, оказанные. Он получил там замечательный кредит, он знает об этом кредите, выплачивает, но в процессе работы он выдавал гражданам определенную доверенность для оказания услуг. Они обслуживали остальные заявки, которые уже ему были неактуальны, поскольку он свой кредит получил, они отработали те заявки, какие были, которые посылались в другие банки. Имеет в виду брокер кредитный. Да, да. И потом, соответственно, с помощью определенных мошеннических операций в самом банке сумели вывести денежные средства, которые были как бы взяты кредитом, кредитные средства, вот в данном случае нашим клиентам, вывели на свою организацию. В чем смысл и суть этого мошенничества? Смысл в том, что когда мы передаем определенного рода информацию, свои персональные данные, кто угодно может воспользоваться ими для получения кредитов. Примечательно, что указанные мошенники не обращались в крупные банки. Они обращались в мелкие банки, где система безопасности менее четкая, где есть прорехи различных документаций, которые позволяют только на основании выданной доверенности получить кредит за другую лицу. Такие же аналогичные случаи, тоже достаточно большие обращения с микрофинансовыми организациями. Там, где люди получают кредиты просто по предъявлению паспорта. Опять-таки, приходит гражданин, предъявляет паспорт, оформляет заявку, после этого говорят, что вам в кредите отказано, а сами получают на его имя кредит. Это к вопросу о том, как можно ли получить кредит на другую лицу. Можно и, в общем-то, не прикладывать. Ну, прикладывая определенные усилия, и это все, конечно, мошеннические действия, но сама схема достаточно проста. Вы передаете свои персональные данные третьим лицам, и они их используют в своих махинациях, которые связаны с тем, что на ваше имя получается кредит. Причем кредит получают они, выводят эти денежные средства на свои карточки, а вы остаетесь в должную банку. Можно и перебить. То есть персональные данные, кто-то взял мои паспортные данные и на меня может получить кредит, а в моих подписи ни денег нету. Ну, смотрите, на самом деле, подпись, как проверяют... Доверенность я никому не давал. В данном случае люди давали доверенность. А, то есть поэтому и произошло. Поэтому и произошло. Там есть и образец подписи, и, собственно говоря, определенные действия, которые были прописаны в доверенности. В крупных банках это бы не прошло. Крупные банки требуют личного присутствия. И крупные банки обычно фотофиксируют даже человек, который пришел за получением кредита. Эта схема работала на определенной периферийной банке, где они уже знали, что есть дырки безопасности. Также эта схема работает в МФО. То есть микрофинансовые организации, которые выдают кредиты, они, в принципе, не проверяют клиента. И им достаточно ксерокопию паспорта, чтобы оформить определенный займ на человека. Соответственно, по этому займу заключается договор заимствования. В договоре прописываются реквизиты, на которые должен поступить этот займ. Эти реквизиты, разумеется, не того лица, который в договоре займ, то есть карточка другого человека. Туда переводятся денежные средства, деньги снимаются, и человек остается должен. Как себя обезопасить в такой ситуации, чтобы гражданин, ничего не подозревающий, получил такие предыдущие? Ну, первое, чтобы, во-первых, общаться исключительно с микрофинансовыми организациями, имеющими соответствующие лицензии и, что называется, сертификаты. Хорошо, сертификаты тоже можно подделать как угодно. Это сейчас проверяется. То есть вот эти все вещи проверяются. Второй момент, если вы все-таки решили прибегнуть к брокеру кредитному, который поможет вам в получении кредита, старайтесь осуществлять все действия лично. Более того, хороший, как правило, брокер никогда не попросит от вас доверенность на какие-то представления интересов. Он попросит все-таки личного участия, потому что, во-первых, во многих банках это стандарт личного участия. А во-вторых, ну, опять-таки, чтобы саму себя обезопасить. То есть он фактически получает денежные средства за другого человека. То есть это тоже надо иметь. Итак, совет. Итак, совет. Внимательно выбирать брокера. Осуществлять все операции брокерские лично. И в этих ситуациях, в этих ситуациях стараться все действия, которые вы проводили, ну, откладывать, что называют, в какой банк вы присоединили заявление, когда вы это делали. Ну, опять-таки, осуществлять все эти операции лично. То есть все то, что связано с получением денег, подписание заявления на выдачу кредита, вы должны это делать лично. Такой совет. По касается персональных данных, опять-таки, во избежание различного рода утечек старайтесь лишний раз не передавать незнакомым лицам ксерокопии паспортов, особенно образцы подписи. Потому что ксерокопия паспорта с образцом подписи, а паспорт содержит как правило образец подписи, достаточно легко, в принципе, получить, ну, если не в банковском учреждении, то в микрофинансовой учреждении достаточно легко получить кредит на вошли. Поэтому основной совет, основной совет, все-таки, стараться все вещи, все вещи, связанные с получением денег, с подписанием заявления, осуществлять лично, если вы обращаетесь именно... А завтра сейчас зачем-то брокер нужен? Брокер нужен, потому что, вот, я вам сказал, что, во-первых, многие брокеры умеют работать с кредитными учреждениями. Ну, например, допустим, брокер знает, что в этом банке есть определенная программа, которая позволяет, допустим, если вы купите, например, какой-то премиум пакет в банке, и вы сможете, допустим, ипотеку взять на 3% дешевле. 3% дешевле, то есть самый премиум пакет, допустим, стоит 30 тысяч, ну, примерно, да, какой-то там банковский премиум пакет, включили у себя страховку, там, еще чего-то, да. Но вы сможете взять кредит на 3% дешевле. То есть, если вы возьмете, в сторону, говорит, 10 миллионов, то это экономия, но 3% это, согласитесь, существенная экономия, по цене 30 тысяч. Просто не все люди обладают вот именно этой информацией, не все в теме, то есть они просто отслеживают многие вещи, просто они знают некие неформальные иногда вещи, что, например, в некотором банке, например, ну, по опыту работы с брокерами, в некоторых банках, например, не сделан план по выдаче кредитов. То есть в каждом банке есть определенный план, что они должны столько-то денег выдачить, и они знают, что, например, здесь как бы будут... Им пойдут навстречу. Им пойдут навстречу. Может быть, какие-то документы не нужно будет давать дополнительные. Быстрее согласуют, тоже скорость имеют важную. То есть, каждая услуга, которая сейчас оказывается на рынке финансовых услуг, она оправдана. То есть, зачастую, вот, бывает, что многие люди, например, обращаются в 2-3 крупных банка, да, за выдачу кредиты, и получают отказ. Только на основании буквально какой-то формальности, чтобы, например, правка была неправильна законно, сделана не на бланке. И так далее. Банки подходят к этому очень формально. То есть, они, ну, торгуют деньгами, и они вправе как бы предъявлять свои требования. А брокер может, зная вот эти все правила, он может, во-первых, сразу все решить. Понятно. Ну, плюс, немаловажно, что у них зачастую есть обратная связь. Те, кто стал с получением кредита, иногда они сидят, ждут недели, но потом говорят, что вам отказано. И по условиям банковских, как правило, всех вещей, вам не объясняют, почему отказано. А брокер, как правило, он может сказать, что да, я знаю, почему он отказан, но вот здесь, 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 здесь. Ну, это, опять-таки... Их кухня такая. Их кухня, да. То есть, это действия все оправданы. И, более того, я даже более... Ну, сейчас знаю, что очень много людей обращаются, чтобы, ну, не дай бог, не получить отказ, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы подстраховаться. На фоне, как бы, выдачи большого следит, услуги не такие большие. Понятно. Спасибо большое. Значит, надо чуть линее быть, паспортные данные никому не отдавать, и тем более в разопописи. Да. И внимательно работать с теми людьми, которые вам оказывают финансовые услуги, любые услуги. То есть, внимательно следить за тем, и соотносить, что вы должны делать лично, что вы можете доверить другим людям. Вот такой вот вопрос. Чем меньше доверить, тем лучше. Ну, желательно. Спасибо. Спасибо. Всем удачи и безопасности с кредитом.